Ситуацию в Израиле мы обсудим со специальным корреспондентом CBC Романом Янушевским. Здравствуйте, Роман. Не могли бы вы рассказать о последней ситуации на местах? Эта ночь прошла относительно спокойно для большей части страны, но в приграничных районах продолжаются бои. Известно, что есть шесть горячих точек, где они ведутся в приграничных районах. И по уточненным данным, во время первоначальной атаки палестинских боевиков на Израиль в пограничном заграждении было проделано 80 проходов для того, чтобы боевики на мотоциклах и на пикапах и джипах могли проехать на территорию Израиля. Соответственно, эти бои продолжаются по той простой причине, что периодически из некоторых еще не заблокированных подобных проходов поступает пополнение из газы. И поэтому все это достаточно сложно. Известно, что есть кибуцами Фальсим, которые находятся буквально рядом с границей газа, где особенно тяжелые боевились этой ночью. И специально командование тыла, эта структура наподобие МЧС, дала указания жителям всех приграничных районов, кто еще не покинул эту зону, забаррикадироваться в домах, ни в коем случае не выходить, потому что это представляет большую угрозу для жизни. И в данный момент армия действует в пограничных районах, пытаясь пресечь вот эти бои, положить им конец. Но все это, как я говорю, не так-то просто. А какая обстановка на границе с Ливаном? Вчера утром там были провокации. И провокации были с ливанской стороны, со стороны Хизбаллы, если быть точнее. Были обстреляны израильские позиции несколько раз. Израиль ответил ударом, уничтожил палатку, которая была в провокационных целях, установленных Хизбаллой на спорной территории. Но позже боевики вернули эту палатку на место. И Израиль сейчас старается действовать очень-очень аккуратно, для того, чтобы не спровоцировать эскалацию на двух фронтах. Но если серьезно, то все движется именно в этом направлении. Потому что Хизбалла уже открыто заявляла о том, что она поддерживает Хамас. И через египетских посредников передавала сообщение Израилю, что в том случае, если Израиль начнет сухопутную операцию, то Хизбалла непременно вступит в эту войну. В этой связи минувшим вечером Соединенные Штаты Америки отправили авианосец к восточному побережью Средиземноморья. То есть он находится у берегов Израиля, именно для того, чтобы как минимум снизить вероятность подобной эскалации. Но, как я говорил, все идет в эту сторону. Возможно, первый день войны с этим массовым проникновением палестинских боевиков, со всеми этими диверсиями, терактами, с похищением заложников. Это, возможно, еще не пик этой войны. Возможно, будут еще другие сюрпризы. И все выглядит так, что будет эскалация гораздо более серьезная, которую втянет некоторые другие государства региона в это противостояние. Ну, в частности, я говорю про Ливан. Если речь зайдет уже о непосредственном участии Ливана, тогда могут быть задействованы и другие страны, например, Сирия, где в последние годы существуют целые военные базы иранские и проиранского ополчения. То есть, Иран очень долго готовился к этой войне. И вот сейчас, буквально за короткое время до того, как Иран сможет получить ядерное оружие, и опасаясь, что американцы и Израиль могут положить этому конец, он пытается таким образом отвлечь внимание. Есть еще одна причина, почему все это происходит именно сейчас. Потому что в последние месяцы ведутся активные переговоры с Израилем и Саудовской Аравией о нормализации отношений. В том случае, если при американском посредничестве Израилю и Саудовской Аравии дастся договориться, для Ирана это очень сильно ослабляет его позиции в регионе. Потому что это два основных противника Ирана. Один сунитский ряд, и другой, получается, еврейский, это Израиль. В том случае, если они договорятся, то они смогут уже единым фронтом выступать против Ирана. И это именно то, что пытаются сорвать в Тегеране, внеся раскол между сторонами. Дело в том, что Саудовская Аравия традиционно поддерживает палестинцев, в том числе финансово. И палестинский вопрос является одним из центральных на переговорах, которые проводятся при американском посредничестве. И если удастся вбить в клин в отношениях двух стран, и сейчас Саудовская Аравия необходимо занять какую-то позицию, и мы видим, что арабские страны, которые заключили мирное соглашение с Израилем, что они сейчас в очень неловкой ситуации оказались, и они пытаются как-то мягко все это дело реагировать, и призывать к деэскалации. Но Саудовская Аравия, она лидер арабского мира, с унитского арабского мира. И здесь играет очень важную роль, какую позицию займет Саудовская Аравия, как она себя поведет. В общем, если мы говорим о серьезной эскалации, Саудовская Аравия, конечно же, оказывается в сложном положении. Но, с другой стороны, после того, что случилось, Израиль тоже не может сидеть сложа руки. Мы все-таки находимся на Ближнем Востоке, и для того, чтобы тебя уважали, необходимо проявлять силу. И как только элемент сдерживания был фактически уничтожен в отношении с газой, потому что векам достаточно легко удалось сломать израильскую оборону, это произошло не просто так. Явная активная часть иранской разведки, которая долгие годы кропотливо собирала информацию и анализировала уязвимости израильской системы, чем, собственно, и воспользовалась. Но даже учитывая иранское влияние, все, что здесь происходит, мы видим, что Израилю так или иначе придется реагировать на... Уже идет реакция, но массированные бомбардировки объектов террора в Газе на порядок выше наносятся ударов, чем в предыдущих операциях. Это еще не одно. Я думаю, что сухопутная операция, она все-таки неизбежна, по той простой причине, что были угнаны более 130 заложников израильтян были палестинскими боевиками. Мы видели все эти фотографии в соцсетях, все эти ролики. Сердце просто кровью обливается смотреть на бедных, несчастных людей, которых вытащили из кровати, вытащили из их дома. Девушек, матерей с детьми, стариков. И вот всех их угнали в плен. Естественно, что Израиль не может простить такое, и реакция Израиля будет очень жесткой. Об этом говорит даже то, что накануне правительство впервые за 50 лет утвердило пункт 40 алиф основного закона о правительстве, согласно которому официально в Израиле признается состояние войны. 50 лет такого не было, и вот сейчас оно было принято. В предыдущих военных операциях израильские лидеры, они долго воздерживались от того, чтобы называть происходящее войной. Всегда говорилась операция, это связано в том числе и с выплатой, например, финансовых компенсаций пострадавшим. Но здесь уже в первый день глава правительства Бениамин Танягу прямо назвал это войной, и так и сказал, вы не ошибитесь, это не операция, не обстрелы, это война. И вот вчера правительство уже официально все это утвердило. Раз мы говорим про войну, то все это надолго, все это будет продлиться недели, и мы на самом деле находимся только в самом начале. Я думаю, что еще много тяжелых дней впереди, не только для Израиля, но и для соседей Израиля, которые будут участвовать в этой эскалации. Благодарю, Роман. Будем надеяться на наилучший сход, который только возможен в этой ситуации. Да. Напомню, что на прямом подключении со студией был Роман Янушевский, специальный корреспондент CBC в Израиле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова